И вот тут-то нужно, конечно, перед тем, как к фильму мы перейдем. Потому, что это напрямую связано, я считаю. Если не по смыслу, то... Семантически. Что это за вообще феномен? Романы про тех подводников. Дело в том, что... Извините. Сразу привык. Книжка-то есть на русском языке, нет? Я ее по-английски читал. Оригинал. Она вроде переведена. Я не знаю. По-русски есть, а нет. Я ее читал по-английски. По-немецки я тогда совсем никак не мог прочитать. Сейчас бы, наверное, уже смог, но мне лень. Так вот. Что это за феномен такой? В Кригсмарины, как положено, была рота пропаганды. Геббельс везде разослал пропагандистов. И в Кригсмарины, военно-морском флоте, тоже была рота пропаганды. Где и служил Гюнтер Лоттер Бухайм. И, конечно, там трудилась масса писучих людей, творческой интеллигенции, которые вынуждены были ходить в походы. Их просто обязывали. На надводных кораблях, на подводных кораблях. Все это там снимать, записывать, фотографировать. Чтобы рассказывать только правду в какой-нибудь... Вохеншал. Да. А потом война закончилась. Как-то не очень для нацистов хорошо. И все же бросились рефлексировать, что это было. Творческая интеллигенция вдруг вспомнила, что их насильно заставили пропагандировать. Да. Я не хотел. Мы не такие. В целом никто и не хотел. Просто, во-первых, обманули, потом насильно заставили. И вот теперь мы пострадавшая сторона. Да что ж такое-то. И в качестве самооправдания можно что-нибудь написать. Да. А фактура богатейшая. Потому, что... Чего там ни говори. А битва за Атлантику... Это если взять какую-то отдельную планету в вакууме, не планету Земля. Вот то, что там делали немецкие подводники, это иначе как воинским подвигом назвать нельзя. Если, конечно, отречься от того, что они там немного мирных людей убивали. То есть, с другой стороны, и их-то убивали. Поэтому, опять же, если это просто люди и просто люди, но это очень отважные люди. Просто исключительно отважные, с огромным мастерством, на очень неплохой матчасти. Давайте-ка погородимся чуть-чуть. Причем, заметьте. Это, опять же, ни для кого, кто тогда жил, не секрет, что флот это суперэлита. Подводники внутри флота это, конечно, не суперэлита, но это очень отдельная каста. Потому, что они, считай, смертники все. Они такие-то. Из-за этого на берегу все сразу бравые делаются. Что вы тут вообще на своих крестьянах сидите? Нос боитесь высунуть-то из Гильголандской бухты. А мы тут каждый день, между прочим, за рай их жизни кладем. И они все очень сильно, тем более, дистанцировались от сухопутчиков. Сухопутчики это... Вообще говно. Давайте просто не будем о них говорить. Они что они там делают? Вот мы серьезные люди. Другое дело. 60% личного состава того в пехоте безопаснее. Так-то. В штыковых атаках. Да. А если посмотрим еще дальше, то вот еще дальше начальство, которое отправляет их на убой. Фактически на убой. И вот начальство-то они, кроме папы, ненавидели. То есть, на флоте было очень... Ну, относительно общей массы было очень немного убежденных нацистов. Которые прям были это... Ну, они были как военные. Как это говорят? Армия вне политики. Идиоты. Вот армия вне политики занимается тем, что мирные суда топят. А так вне политики. Абсолютно вне политики. Мы молодцы. Да. С большим риском для жизни при этом. Молодцы. Вот с начальством были... Ну, с верховным начальством. Папу Дёнец любили в силу того, что он за подводный флот страшно топил. Карл Дёнец, гросс-адмирал, который был даже немножко правителем Третьего рейха после того, как Гитлер сам убился 29 апреля 1945 года. И он подписывал капитуляцию в итоге. Так вот. И, да, еще ненавидели Люфтваффе. Вот Люфтваффе ненавидели страшно совершенно. А потому, что они их не спасали. Потому, что субъективное восприятие. Вот плывет подводная лодка. Пролетает английский Свордвиш. Давай их топить. А где герои Геринга? Почему их всех не прикрывают непрерывно? Это ведь вполне очевидно, что именно тебя должны прикрывать 3-4 эскадрильи. А почему-то не прикрывают. А англичане вот они. То есть, Геринг жирная свинья. Омерзительный ублюдок, который только воздух портить умеет. Что и было сказано что в книжке, что в романе, кстати. Вот. Поэтому они как бы вроде не нацисты. Как бы нет. Поэтому, смотрите-ка. Раз. Проиграли. Но, тем не менее, как-то же нужно отрефлексировать. А вот на кому-то можно интересно сделать. А вот давайте сейчас мы посмотрим на людей, которые показательно от нацистов дистанцировались. Работали, правда, на них со всем удовольствием. И не покладая рук. Но, вроде как, не такие. Совершенно вроде как не такие. И очень героически. Страшно красиво. И вот тут началась вторая битва за Атлантику. Как я это называю. С одной стороны, как львы бились Алистер Маклин, Терренс Робертс и прочие другие английские авторы американские, которые писали про то же самое. Он там крейсер. Его величество Улисс. Алистера Маклина. Господи, я страшнее книги вообще в жизни не читал. Стивен Кинг там просто со своим кладбищем домашних животных курит в сторонке. Потому, что там такой кошмар описан в силу того, что Кинг все придумал. А Маклин сам эти северные конвои к нам в Мурманск водил. То есть, там реально ужасно. И вот немцы-то при помощи в том числе Гюнтера Лоттера Бухайма вторую войну-то выиграли. Первую они под водными лодками проиграли, а вторую выиграли. И в этом им как-то странно помогли англичане с американцами. Каким образом? Кинопрокатом? Нет. Сначала не кинопрокатом. Я говорю про 50-е годы вообще-то. Какой-то там кинопрокат. Там только-только начали снимать что-то. Там сняли это Cruel Blue Sea. Enemy Below. Враг внизу как раз пропагандист. Отличный, кстати говоря, фильм. Потому, что там, в отличие от всех этих новоделов, там снимается подлинная боевая техника. И люди, которые на этой технике воевали. Десять лет назад всего лишь. Они все еще в силах. Все помнят, знают и могут. Вот никакой фильм современный вообще рядом не стоял. Они все настолько лучше. Вот просто вот так на три головы. Удивительно. Надо посмотреть. Очень хорошее кино. Черно-белое, но оно смотрится до сих пор как настоящее смотрится. Очень хорошо сделано. Да. И, опять же, там нет перегроша. Потому, что большинство людей сами участвовали в этих военных действиях. Пускай они уже давно переквалифицировались в актеры. Но, тем не менее. Ну, как минимум, рядом оказываются люди, которые там были и все знают. Подскажут, если что. Да. Нет. Я не про кину прокат. Я, в первую очередь, про общественное восприятие. Потому, что Черчилль, с другой стороны, как матерейший пропагандист и очень талантливый писатель. Вот чего не отнять у Черчилля. Писал он просто великолепно. С таким слогом, стилем и чувством юмора, что читаешь... Неважно. В переводе. На родном. И наслаждаешься. Вот музыка просто. Вот музыка. Черчилль начал закладывать четкую границу. Вот есть разведчик. Это свой. А есть шпион. Это строго вражеский. Есть submarine. Это наши герои, которые выиграли битву за Атлантику. А есть юбот. Это гнусные нацики. А так как тогда английская пропаганда звучала в Европе очень громко после победы. Она не могла просто тихо звучать. Это все слышали. Все воспринимали. И обратной реакцией сказали. Как это юбот? Давайте посмотрим вот на что. Смотрите. Вы нашего Карла Денеца судили в Нюрнберге? Судили. На десяточку приговорили. Потому, что ничего ему серьезного предъявить не смогли. А у нас же что? У нас же не доказано. Значит, не было. Он свое отсидел. И чего вы эти ругаете? Искупил. Он вот в 56 году вышел. Отсидев полностью. Все искупил. И наши такие же, между прочим. Вот его подчиненные. Они же все молодцы. И это было воспринято германской публикой. И вообще европейской публикой очень благожелательно. И тут случилось страшное. Германия поделилась на две части. Одна ГДР. А другая ФРГ. А ФРГ это теперь союзники по мирному и миролюбивому блоку НАТО. Кто бы мог подумать, а как сложилось? Их-то ругать-то теперь нельзя. Нельзя. Свои же. Свои же. А тут же подоспела вагон и маленькая тележка литературы правильной. Пропагандистской. Хорошей литературы. Чаще всего написанной профессиональными пропагандистами. Которых на наши головы доктор Геббельс выучил. В том числе и прямо из пропагандистской роты. Кликсмарины. Так их тут же все взяли. И вот... Пожалуйста. Терренс Робертс просто в Англии. Да, англичанин. Это самый, наверное, знаменитый на то время был автор, который писал биографии героев-подводников Третьего рейха. Золотая подкова. Битва за Атлантику. Личная биография Отто Кречмана. Самого главного немецкого подводного аса. Который еще и в живых остался. Потому, что его англичане потопили и взяли в плен. Их такой супер приз был. А у него там, по-моему, за 260 тысяч тонн потоплено. Ого. Суровый. Да. Потом его вернули Аденауэру. Аденауэр его тут же применил по назначению. Он там при делах был до конца жизни. Вот. И да. Он, кстати говоря, фильм смотрел и хвалил. В отличие от всех подводников. Что вы... Потому, что понимал, о чем речь. Что вы воете? Господи. Слава богу, что вас хоть так показали. Да. Так вот. Поэтому это такой очень интересный именно пропагандистский феномен. Когда англичане и американцы, забегая вперед, сами сделали своими как пропагандистскими, так и политическими деятелями... Прошу прощения. Действиями сделали вот этот феномен героя-подводника немецкого. Хопа. Толково. Где еще у вас были герои? Так вышло. На каких фронтах? Да. С сухопутчиками сложно. Потому, что сколько там было этих подводных лодок? Ну, там чуть больше 700. То есть, они, конечно, много зла сделали. Очень много зла сделали. Но так, чтобы там сжигать деревни, убивать людей миллионами, они не могли физически. Потому, что их вообще мало было. Ну, главное начать. Если здесь были хорошие, так и в других местах были хорошие. Потихоньку к этому все идет. Но тогда, тогда, в 50-е и 80-е годы, это было невозможно сделать. Потому, что как только ты что-нибудь вякнешь такое... Ну, ты все. Ты политический труп, а тебе нужно в Аргентину бежать к друзьям к полкову... к генералу Перрону. Потому, что в 80-е даже в Испании было не спрятаться. Ну, начали издалека. Конечно. Поцелуйте меня в затылок. А почему в затылок? Ну, вы тоже издалека начали. Как известно...